Второй день праздника Пурим. Сейчас будет прямой эфир на Ютубе. И сегодня 2 марта 2018 года. Утро. Я буду, наверное, не так громко, а то еще люди спят. Вот многие. И еще 6 утра по киевскому времени. Ну, сейчас без 4 минут. Вот через пару минут буду включать уже. Вот. И сегодня, получается, в библейском исчислении 15 число лунного месяца, который мы называем обычно Адаром. 15-е Адара 5778 года от сотворения мира. В библейском летоисчислении таком. Да, и сегодня мы вспоминаем вот то чудо, которое Бог совершил 2,5 тысячелетия тому назад. Второй день праздника Пурим. Библейский праздник Пурим, которому посвящена вот отдельная книга Библии, книга Эсфири. В эти дни перечитывали ее. Не раз уже перечитывали многие верующие. Я тоже в эфире тоже перечитывал, в вечерних эфирах этих перечитывал. В дневных немного обращал тоже внимание как раз на книгу Эсфири. Вот, в разных переводах притом. Вот, и слава Богу. Есть о чем поразмыслить, потому что наш Бог есть Бог Пурима. Пурим сейчас. Это не только давно минувших дней вот события. Это сейчасшнее событие, потому что Бог наш, есть Бог Пурима. И любящим Его, и призванным Им, Он все обращает во благо, все превращает во благо. Действительно. И мы ждем последнего благословенного Пурима. Гляди, Господи, Иисусе, мы говорим. И действительно, совершится на этой планете величайший Пурим, завершающий историю человечества вот это, что сейчас и есть, и начинающий новую, вечную историю новой земли, новых небес. Слава Богу. Вот об этом размышлялся сегодня. Вот как раз сегодня утренние молитвы. Сейчас утренние молитвы. Ну что я буду включать уже, последняя минута. Сейчас 58 минут. Вот. Благословляю всех вас. Да, и на камеру все пишу, потому что интернет бывает, как бы прерывается, и не все записывается, и обрывается бывает. Поэтому я потом вот это видео загружаю как раз на канал. Вот. Слава Богу. Спасибо всем огромное за поддержку. Молитвенную, финансовую, моральную, всяческую поддержку. братья и сестры. Это очень ценно. Ну все, 59 минут. Все с Богом. Идет запуск прямой трансляции. Начнем со Слова Божьего. Слава Иисусу Христу. Слава навеки Богу Святому. Братья и сестры, дорогие друзья, всех приветствую, благоставляю именем Господнем. Доброе утро всем, кто подключается. Сейчас посмотрим, кто подключился у нас. Приветствую свою семью. Надеюсь, уже как раз подключились к этой утренней молитве. Сейчас 6 часов утра по киевскому времени. По московскому 7 утра уже. Благоставляю подключающихся. Слава Богу. Приветствую из Киева, с нашей киевской архиепископии, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Слава Богу. Дамы и господа, братья и сестры, сегодня у нас второй день библейского праздника, который именуется как Пурим. Так что старым добрым вас приветствуем, приветствую. Хак Пурим Самеях. Счастливого, радостного всем божественного Пурима. Да, целая книга в Библии посвящена Пуриму. Это книга из Сфири. В эти дни мы перечитывали ее не раз. Я как бы и в церкви, кстати, в воскресенье тоже. Вот у нас здесь, в Киеве, я проповедовал в нашем собрании, нашей киевской архиепископии. Накловской об арендованном помещении, где мы собираемся каждое воскресенье, там у нас время с 9 до 12 часов. Если в это воскресенье вы будете, намереваетесь прийти, если вы в Киеве, намереваетесь прийти, то просьба одеться потеплее. Зима не уходит, хотя уже как бы календарно, уже весна, уже 2 марта, 2018 год. Но на улице зима. Даже там уже в социальных сетях шутят, что зиму перезимовали, теперь остается только весну перезимовать. И там еще другая была картинка, Дед Мороз из фильма Морозка, старый советский фильм Морозка. И к перезимавшим 3 месяца зимы, бонус еще месяц в придачу. А другие шутят так, что Дед Мороз решил поздравить женщину с 8 марта. Ну, короче, изменения в природе происходят год от года. За грехи людские плата. Непогода, непогода. В той песне помните, да? Пелась Мэри Поппинс. Но, по крайней мере, мы знаем, что действительно погода меняется на планете. К чему бы это, если неверующие, здесь люди, не знающие Слово Божьего, знаете ли, больше вопросов, нежели ответов, то для верующих, для знающих, для изучающих Слово Божье здесь прекрасный ответ. Возвращается наш Господь, землю лихорадит, планету лихорадит. Да, да, конечно, сложно, да, кризис и шмиссис и прочее, но это добрый знак, добрый знак, да, Иисус сравнил это со схватками перед родами, Иисус Христос это сравнил вообще с родами, рождение новой земли и новых небес, появление вообще новой земли и новых небес, Его второе пришествие, Он сравнил с родами женщины, и Он сказал о схватках перед родами, и знаете ли, я так рассуждаю, что экономические, политические, религиозные, климатические схватки нашей планеты, они все больнее и больнее становятся и они все чаще и чаще происходят, вот, это о чем говорит? Да, конечно, больно, женщине больно, это, как говорится, не до смеху, но, с другой стороны, есть хорошая новость, скоро будет новая жизнь, скоро родиться, ребенок, это потрясающе, и мы говорим Господу, гряди, Господи, Иисусе, возвращайся, мы ожидаем новых небес и нового неба, если конец света, как вот, ну, такая тема есть, такая популярная тоже и в сети, сейчас для обсуждения конец света, вот, кто-то боялся 2012, кто-то боится вообще каждый Божий день, вот, но для не знающих, для не изучающих Слово Божьего, для людей, не возрожденных, духовно неперерожденных, будем договорить, это тема, предмет для паники всякого рода, но для людей, возрожденных свыше, для людей, духовно перерожденных, вникающих в себя и в учения, и занимающихся им постоянно, это повод для величайшего оптимизма вообще, потому что мы знаем, что Господь наш грядет и Его Царство придет. Два тысячелетия мы, христиане, молимся, да приидет Царствие Твое, и наконец-то это исполняется на наших глазах, слава Богу, гряди, Господи Иисусе. Ну, вот, в праздник Пурим об этом размышление наипаче, прилично святым, почему, потому что действительно перед Его пришествием, перед возвращением, или, как мы говорим, перед вторым пришествием Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, действительно, должно произойти потрясающее событие. Это божественный Пурим, только уже не просто какого-то царства, государства масштаба, а масштаба всея Вселенной, масштаба всепланетарного масштаба, это потрясающе. И божественный Пурим совершится враг приходит всегда, написано у Иоанна в 10-м разделе, 10-й глава, 10-й стих, чтобы украсть, убить и погубить. А он приходит лишь для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Дамы и господа, да, я стараюсь так не громко говорить, потому что еще раннее утро, еще и здесь в квартирах слышимость такая очень хорошая, вот, что не хочется беспокоить соседей, так уже как бы беспокоен, но ничего, я включаюсь, вот, стараюсь в 6 утра, когда есть возможность такая техническая, вот, и в 6 часов вечера, по киевскому, я имею ввиду времени, по местному киевскому времени, по московскому времени, получается, вот, моя семья подключается в 7 часов утра, получается, и в 7 часов вечера, соответственно, вот так вот. Вот, подключайтесь, друзья, значит, ну, а когда нет возможности подключиться технически, так вот, в интернет выйти, вот, то, ну, в Духе Святом нам никто не запрещает и никто не может ограничить наше, вот, подключение, будем так говорить, поэтому подключайтесь к небесам, подключайтесь, здесь всегда зона покрытия постоянная на нашей планете, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, скорость потрясающая, это просто, ни одному интернету провайдеру даже не снилось подобное вообще, вот, божественные скорости, ангелы сходят, не сходят, мы подключаемся к божественным сетям и не выключаемся постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в этом блаженном пребываем, общении с Творцом, общении с нашим небесным Папочкой, с нашим небесным Отцом Иеговой, Богом Авраама, Исаака, Якова, сотворившим небо и землю, море и все, что от них потрясающе, Господи, слава Тебе, этим утренним часом, в этот утренний час, в этой утренней молитве воздаю Тебе хвалу и славу, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно и во веки веков, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесный, утешитель дух истины, Ты, Который везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни податель, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Во веки слава, и хвала, и честь, и слава Тебе Аминь, аминь, аминь Благословен Бог наш, благословено Царство Твое Отец наш, Папочка Небесный, Папа наш О, Ягова, Бог Авраама, Исаака Якова, сущий на небесах Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя и на земле, как на небе Хлеб наш насущный, дай нам на сей день И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть Царство, и силы, и слава во веки, аминь Да, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца, общение Святого Духа Пребудет со всеми нами, всегда, вечно, аминь Так оно и есть, дамы и господа, братья и сестры Дорогие друзья, я хочу прочесть сегодня, этим утром Из Нового Завета, из посланий к римлянам Обожаю послания к римлянам апостола Павла Действительно, Духом Святым вдохновленное Писание Оно все Писание Бога вдохновенно Но, знаете, послание к римлянам, чем уникальное, что его можно назвать еще одним Евангелием Только в отличие от прежних Евангелий Здесь о Христе по плоти почти не говорится Здесь говорится о Христе в Духе О Его сути И о сути спасения Говорится, как бы, Евангелие, при том, человеком, который при жизни не был возле Иисуса Рядом с Иисусом Это уже апостол нового поколения Апостол уже церкви Христианской, Христовой церкви Миссионер, евангелист, просветитель Неутомимый дружник на огороде Царства Божьего На поле Его Царства Слава Богу И есть тайны в этом Евангелии Будем договорить апостольском Апостола Павла Кремленом послании Есть в этом новозаветном фрагменте Много таких таинственных вещей Которые, я убежден, перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа Должны раскрыться Должны открыться Не все еще открыто Оно раскрывается поэтапно В эти два тысячелетия Особенно последних 500 лет Великой Реформации Эпохи Великой Реформации То есть восстановление Покаяние Исправление Действительно происходит чудесным образом Раскрытие Божественных Писаний Раскрытие Тайн Писания И вот читаю из Нового Завета Послание к Римлянам Из пятой главы Семнадцатый стих и далее Написано Ибо Ибо Если преступлением одного Смерть царствовала Посредством одного То тем более Приемлющие обилие благодати И дар праведности Будут царствовать в жизни Посредством единого Иисуса Христа Посему Как преступлением одного Всем человеком Осуждение Так правдую одного Всем человеком Оправдание К жизни Ибо как непослушанием Одного человека Сделались Многие Грешными Так и послушанием Одного Сделаются Праведными Многие Закон же пришел После И таким образом Умножилось Преступление Когда умножился Грех Стало Призабиловать Благодать Дабы Как грех Царствовал К смерти Так и благодать Воцарилась Через Праведность К жизни Вечной Иисусом Христом Господом Нашим Аминь Да И А начинается Глава Пятая Потрясающими Словами Такими И так Оправдавшись Верою Мы имеем Мир с Богом Через Господа Нашего Иисуса Христа Через Которого Веру И получили Мы доступ К той Благодати Да Дамы и господа Братья и сестры Великое Таинство Веры Великое Таинство Христианское Я В служении Уже На воскресном Служении Собрания Буду Вновь обращаться К этому Тексту Из Писания И Как говорится Паки и паки Но в этой Утренней молитве Хочу Воздать Богу Хвалу И славу Как вот здесь сказано Помолиться Вот Вспоминая Эти тексты Из Писания Помолиться И сказать Господу Так вот Что Господь Спасибо тебе Боже За все За все Спасибо Что Преступлением Нашего Прасчура Нашего Праотца Адама Да Мы знаем Что смерть Царства Посредством Его одного И то Справедливо Господи Но Тем более Приемлющая Обилие Благодати И дар Праведности И приемля Это Я принял Это Мы принимаем Это Да Мы приняли Это Обилие Благодати И дар Праведности Дар Подарок От Бога Подарок Праведности Праведность Через Господа Иисуса Христа Имею ввиду Как в Писании Говорится Будут царствовать В жизни Посредством Единого Иисуса Христа И Через Него Через Господа Жизнь Вечная Во мне И дальше Говорится И Господи В молитве Это Вспоминаю Посему Как преступлением Одного Всем Действительно Всем нам Всему роду Людскому Осуждение То что мы называем В христианстве Обычно Первородным грехом Или В иудаизме Именуется Злым началом В жизни человека Эцерара Вот термин Есть такой Но в принципе Хрен резки не слаще Это как бы Одного поля ягода Одна проблема Описывается Только По разному Она осмысливается Как бы Но беда Одна и та же Постигла Род человеческий Мы все с этим согласны Изучающие Библию Божье слово Беда нас постигла Величайшая Просто-напросто Через наших пращуров Через нашего Про-про-про-про-про Много раз Про отца Адама И про-про-про-про-про Про матерь Еву Но говорится не о Еве Говорится об Адаме Потому что Личность Адама Как раз стала ключевой Здесь Вот и Значит Его грех Именно Ну Грех был Действительно Вот Даже не змея Лукавство И даже не Женщины Поведение Жены его поведения Поведение Самого Адама Ему Действительно С него был спрос Вот значит Если бы он Выдержал тот экзамен То Не лукавство Змея Он был хитрее всех тварей Но так бы Остался бы хитрым Где-то там Ползал бы Он не ползал раньше Ну короче Существовал бы там В Эдеме Также хитрил бы Вот что-то Ну и женщина Также может Что-то вела себя Порой бы Может неправильно Но все бы Не нарушилось Вселенское мироздание Не нарушилось Если бы не первый Адам Который повел себя К сожалению Неподобающим образом Вот И В Писании Мы это читаем И Мы не судим Нашего Про-про-про-про-отца Просто констатируем Факт Что так все пошло Наперекосяк В нашей человеческой истории Но слава Богу За нового Адама Который есть Иисус Христос И написано Как непослушанием Одного человека Сделались многие грешными Господи На самом деле Так оно ведь и произошло Боже всемогущий Многие стали грешными Через непослушание Одного человека Аллилуйя Что сегодня Боже Спасибо тебе Что дальше Ведь говорится Что Послушанием одного Сделаются праведными Многие Дамы и господа Братья и сестры Действительно Все люди Живущие на этой земле Так или иначе Даже самые праведные И набожные И пророки Учителя Цари О которых мы читаем Библии Все равно На себя Несли Некий След Некие последствия Вот этого Злого начала Эцерара Или же Первородного греха Последствия Некоторые Несли Кто-то в большей степени И многие Сделались грешными На самом деле В полной мере Испытали этот грех И Ну так или иначе Всех людей Живущих на земле Коснулась Эта беда Вот То Сегодня Через нового Да Может через Иисуса Христа Сделаются праведными Многие О чем это говорит Что Да Принимающие благодать Господа нашего Иисуса Христа Спасение Жизнь вечную Спасены И Возрождаются свыше Слава Богу Но Благая весть Еще и в том Что на всех Распространяется Милость Божия Не в меня И людям преступления Их Бог примирил С собой Весь мир Вот И поэтому Даже самые Злые Нечестивые люди Исполняющие Всякий грех И беззаконие Все равно На них Сегодня В это время Благодатное В эти два тысячелетия Действительно Есть Вот эта Милость особая И Потенциально Все спасены Вообще Вот И Действительно Спасибо Господи За все Спасибо за милость Твою За благодать О благодать Спасен тобой Я из пучины бед Был Был мертв Но чудом Я живой Был слеп И вижу свет Спасибо Господи Боже В этот утренний Час Благодарю Тебя Боже за все За милость Твою За спасение За жизнь вечную Бесконечную Счастливую Вот здесь У меня есть Сок Синагоги Вот Значит И Обычный хлеб Вот Под названием Батон У нас Называется он Батон Вот Возьмите просто хлебушка Нет Белого Возьмите Черный Не важно Какой хлеб Будет Вот Значит И Нет У вас Ни вина Ни сока То Просто налейте Воды Просто налейте Даже элементарно Их кстати Использовано Просто воду Хлеб Вода И тоже причастие Евхаристия У нас было Евхаристия Однажды На дому Молоком И пряниками И это было Действительно присутствие Господа Бога Всемогущего Очень сильно Потрясающе Я об этом много Освидетельствую Рассказываю Когда учу О Евхаристии Божественной О хлебопреломлении Причастие Вот И Сегодня Поднимаю Эту чашу Этот бокал С веры В Господа Моего Иисуса Христа Беру хлеб И Провозглашаю Те слова Которые он говорил Он взял хлеб В свои руки Причистые И благословил И сказал Примите И идите Сие с тело мое Которое за вас Сломится В оставлении грехов А то что в чаши Се Это Действительно Чудо Божественной Крови Тогда Когда Иисус Сказал Эти слова Пейте из нее Все Сиясь кровь Моя Нового Завета Которая Проливается За вас В то время Еще Фактически Кровь была Еще в нем Еще Он еще Не пролил Это было еще До его Страданий Ни одной капли Еще не было Пролито Вся кровь Была в нем Еще Жизнь Была в нем Еще Жизнь в крови Мы знаем И кровь Была в нем Еще В самом Иисусе Вот Но он сказал Пейте из нее Все Они пили И ели Как же так Тайну эту Открывает нам Новый Завет Дальше Тайну этого Боговоплощения И вот этого Хлебопреломления В том Вся таинственность Что Не просто Не просто Судьбы Отдельного Человека Но на уровне Даже целых народов Стран Континентов Потрясающе Величайшая империя Того времени Была потрясена Действительно Божьим Святым присутствием И вмешательством Вот И дела Сатана Они не осуществились В то время Вот И Да Конечно Это потрясает Воображение Тем более Наипаче В новую Заветную эпоху И Бог Действительно Открывает Тайну Своей Любви Тайну Своей Милости И благодати Благодатью Мы все спасены Через веру Это дар Божий Во Христе Иисусе И Бог Не вменяя людям Преступления Их Примирил Собой Весь этот мир Слава Богу Благодарю Бога Всемогущего И Молясь Сейчас Я Благодарю Бога Сейчас И за свою Семью Вот Благодарю Бога За свою Жену Инну Сергеевну За детей Наших Анастасию И Николая Серафиму И Татьяну Сережу И Инну За наших Шестерых детей Которых Бог Нам дал Спасибо Господи Боже За детей Наших За зятя Нашего Михаила За внука Нашего Антона Благодарю Тебя Господь Всемогущий И благоставляю Сейчас Свою Семью Во имя Господне И благословляю Сейчас Все ваши Семьи И вас И ваши Семьи Благодарю Семьи На Тебя Царь Небесный Утешитель Дух Истины Ты Который Везде Присутствуешь И все Собой Наполняешь Сокровищница Благ И жизни Податель Ты Пришел И вселился В нас И очистил Нас От всякой Скверной И ты Спас Благой Души Наши Слава Тебе Боже Наш И сотвори Хлеб Сей Честным Телом Христа Твоего А то Что в чаши Сей Честной Кровью Христа Твоего Приложив Духом Твоим Святым Аминь 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 Слава Иисусу Христу За Голгофу За Кровь Мы Тебя Благодарим За Воскресенье Твою За Победу Твою За Голгофу За Кровь Мы Тебя Благодарим За Воскресенье Твое За Победу Твою Благодарим Благодарим Тебя Отец Благодарим Тебя Иисус Благодарим О Дух Святой За Во Все Все Благодарим За Все Мы Благодарим За Голгофу За Кровь Мы Тебя Благодарим 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 Воскресенье Твое Благодарим Тебя Твою Благодарим Тебя Иисус Благодарим Благодарим Тебя Благодарим Боже, с верой в Твою бесконечную любовь, Твое прощение, все прощения, Твою милость и благость, рассуждая о теле и крови Твоих. Боже, воздаю Тебе славу и хвалу. Боже всемогущий, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь. Тело Христа, кровь Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо, Боже всемогущий, за жизнь вечную, спасибо за прощение, за милость, за духовное рождение, это свыше перерождение духовное, Боже. Спасибо, Господи, за новую жизнь, бесконечную жизнь, слава Тебе, за победу над смертью, спасибо за то, что... Спасибо за нового Адама, спасибо за новое человечество, спасибо за новую жизнь. Спасибо, Боже всемогущий, благослови Господь во имя Христа Иисуса, благослови всех нас сейчас и благослови тех, кто будет потом видео смотреть, это я в записи уже. Боже, во имя Иисуса Христа, благослови Господь. Слава Тебе, Боже всемогущий, слава Тебе. Благодарю Тебя за Агнца вечности, от века закланного. Боже, благодарю Тебя, что в нашей человеческой истории это осуществилось 2000 лет тому назад, в этом временном пространстве, в этом временном измерении. Спасибо, Господи, что это произошло, Твоя любовь, доказанная в вечности. Боже, в самой вечностью доказываемая, любовь Твоя вечная, бесконечная, уместилась в наше временное измерение, Боже, и раскрывается, раскрывается в эти два тысячелетия. Боже, все больше и больше раскрывается Твоя великая любовь, о все прощения, о милости Твоей, все любви Твоей. Боже, бескорыстный, искренний, истинный любви Господь ко всему роду нашему, Господь Боже, ко всей нашей истрадавшейся планете. Слава Тебе, Боже Всемогущий, и наша планета, планета распятого Бога, но она и планета воскресшего Бога, живого. Слава Тебе, Господь, Бог Всемогущий, слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Слава Тебе, Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Слава Тебе, Господа, ибо вовек милость Его. Естественно, Ты возвал я Господу, и Он услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Слава Тебе, Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Читаю еще раз в завершение сегодняшней утренней этой молитвы послание к римлянам, 5 глава, 17 стиха. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдую одного всем человеком оправдание к жизни. Я хочу подчеркнуть правдую одного Иисуса Христа, правдую одного Бога, правдую одного всем человеком. Не части человечества, не только лишь верующим или особенно верующим, или как-то особенно-особенно-особенно верующим. Всем, всем, всем человеком оправдание к жизни. Я еще раз этот стих читаю. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдую одного всем человеком оправдание к жизни. Аминь. Благословен Бог наш отныне и вовек. Благословен Господь, всемогущий Царь. Боже, пусть Твое Евангелие, весть о спасении, о том, что Ты, не вменяя людям преступления, их примирил с собой весь мир, отдав свою жизнь за нас, свою кровушку пролив за нас божественную. Пусть эта благая весть о спасении распространится по всей планете еще более и более. Слава Тебе, Господь, Бог Святой, благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш отныне и вовек. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. Дамы и господа, братья и сестры, все, кто подключился, сегодня немногие. Милана, приветствую, слава Иисусу, аллилуйя. Вот, и знаете, Милана и все братья, вот сестры, вот кто в записи потом будет смотреть, скажу, что действительно Евангелие, это не только тогда, 2000 лет назад, и не только в истории христианства, в какой-то период раскрываемая книга, перед пришествием Господним, эта книга должна раскрыться во всей своей полноте, во всей своей жизни Евангелие Царства, Евангелие Бога. И Евангелие Бога, оно не вмещается в наш человеческий разум, просто наш разум человеческий, прежний, старый, он просто трещит по швам. Но необходимо это духовное перерождение, в том числе и нашего разума, изменение это, и что Бог любит всех, и Он примирил с собой весь этот мир. Вот это благая весть. Слава Богу, это действительно благая весть. Спасибо тебе, Господь, что ад опустошен. Спасибо тебе, Господь, что человечество спасено по благодати Твоей, по вере во Христа Иисуса. Спасибо тебе, Господь, пусть сегодня исцеление Твое, благоставение Твое придет в жизнь верующих Божиих, и во весь этот мир, Господь Божий, изливается Твоя благодать. Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас. Во имя Господне. Еще раз, как говорится, паки и паки с праздником Пури. А сегодня второй день праздника. Так что гуляем, радуемся. Вот. Проставляем Бога. Вот. Не забудьте сходить на Пуримшпиль. Вот. Я не знаю, в Харькове, наверное, тоже Пуримшпиль проходит. Было, по крайней мере, объявление у меня вот в сети. Там, значит, в друзьях. Харьковские тоже есть. Мессианские. И там было про Пуримшпиль объявление. Может, в синагоге традиционно есть там Пуримшпиль. Вот. В Днепре точно там проходят Пуримшпиль. Хорошие. Ну, и в Киеве, и подавно. В Киеве здесь каждый день Пуримшпиль проходит. Ну, и в воскресенье я собираюсь на Пуримшпиль, значит, в Киевскую еврейскую мессианскую общину. На Прорезной улице. Там будет в 16.00. Все. Пусть Бог благоставит вас. До встречи и на земле, и на небесах. Шалом. 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 Шалом.